Добрый день. Добрый день. Вам меня видно? Видно, а вы меня видите? Ну что, а я один остался. Один тут и бегает туда-сюда. И меня открывать, и закрывать, и в храме, и там все остальное-то. А я привык ежедневенцем быть, а все Володя там делает. Ну сейчас бегал, передал все и... Слушаю, дорогой брат. Какие занятия, я не пойму. Не пойму. А занятия после службы у нас идет в собрание. После этого трапеза и занятия по изучению Слова Божьего. Всегда. Воскресное. В трапезной. Понятно. Да что, я вот неделю интернета не было вообще. Вот. Мы переехали в деревню. А тут вообще интернет совсем никакой. То есть стоит 3000 в неделю, а скорости практически, ну, ночью более-менее, так и утром. А так вообще невозможно. Странить сюда же одну не откроешь. Ну да. Сейчас, сейчас еще более-менее. И как неделю, ну, не было в интернете, ролики никакие не смотрел. А сегодня, вчера захожу, смотрю, там у вас несколько десятков. Вот. И я уже соскучился, начинаю смотреть. И в голове только три слова. Дорогой Игнать Тихонович. Дорогой Игнать Тихонович. И вот у меня... Дорогой Игнать Тихонович. Вот неделю, казалось бы, а вот такая вот духовная, знаете, какая-то вот тоска вот появляется. И я даже не ожидал, что такая тоска может быть. Вот. Как все-таки душа ищет своего. И как она, ну, вот без этой подпитки, как она все равно, ну, вярит, когда с близкими по духу людьми не видишься долго. Вот я практически неделю лежал вот в четырех стенах и вообще не общался ни с кем. И такая, ну, я не знаю, хороший такой опыт. Вот. У меня давно такого не было. Посмотрел, как этот самый епископ приезжал к вам, порадовался там вместе с вами. Ну, слава Богу, за все. Ну, я там слово говорил. А нынешнем православие-то прослушали? Ну, да. За столом. Я говорю, златоуста задвинули, говорю, а простого архиерея в передний угол, он смеется, сидит, он молодец. Молодец, молодец, прям, я не знаю, мне очень понравился. Да. А потом... Насколько он смиренный, я вот лишний раз вижу и убежаю. Действительно, архиерея от Господа. Это прямо, прямо от Бога. Ну, что тут, то его видно, что он не наигран. А когда встречаемся, какие у него объятия, какие поцелуи. И даже до момента, пока уезжает-то, его видно, он знает, где улыбнуться, где что. Он простой. Это Бог дал нам. За все муки, какие были до этого. А видели вы там, как мы пруд-то делали, пруд-то там, бобры-то все... Я начал смотреть, у меня долго загружаются ролики. Посмотрел, где этот, высох совсем практически, просто вот этого же. Жалко, столько воды ушло. Да, ушло, но мы перекрыли. И сейчас помаленьку начинает добавляться, ребята меряют. Ничего нельзя было сделать. Он оттуда, из-под земли, и на той стороне вышло. Вообще никак нельзя найти даже где. Но мы, видишь, как сделали, предварительную преграду, и потом уровень воды подняли до того уровня, и дальше начали бутить. Я посмотрел, как они... Скажите, Юрий Алексеевич, как они... Они рыли над водой, там, высоко над водой рыли эти норы-то, или как они... Под водой, они под водой. А потом выходят выше, выходят выше, и вдоль трассы идут. А как же они под водой-то роют, интересно? А как? Он под водой пять минут, может быть-то. Как у него... Ты видел, какие когти-то? Он роет, вытаскивает. И как под водой-то они платину, когда делают? Платину. Они в деревне живые. Она же вода, она же вода, там, постоянно подмачивает песок-то, обваливается. Как там нора держать? Нет, нет. Это глина, это не песок. У нас глина, она... Глина как спрессованная. Она очень плотная. Но он... А он ее нору там не укрепляет ничем? Нет. А ее не надо укреплять, она в воде не размокает. Дыра вот такая. И он из нее под водой делает кверху, и там гнездо. И он даже свою эту хатку не делает. Такая... Они первые разрушители плотин. Я их так любил. А что он такой бестолковый? Неужели он не понимает, что вода-то уйдет? И что он уроет? Он же себе могилу ловит. Вот. Не хватает. А там, видимо, старая дыра была. А оттуда проход прямо насквозь. Под это-то. Дальше из хатки идет ниже и опять дальше вдоль. Вдоль плотины. Они наши разрывают. Нигде еще нету. А он низко, около воды. А потом еще ниже и вышел на той стороне в снег. А когда вода-то начала подпирать-то... Ну, мы сделали пять заплотов вдоль, где он напакостил-то. И везде воду остановили. Я знаю, как бороться. До этого посмотрел, как из подводной лодки на небольшой глубине через торпедный аппарат спасаются. Надо открыть там, который Кингстон у них, ну, так назовем, чтобы вода набралась в этом отделении выше, чем вход торпеды. И тогда можно через нее выходить. Я это и сделал. Когда мы эту воду прям в воде бутили, подняли выше-то, а как? Сено, глина, сено и глина. Все спрессовалось. И теперь выше стало, вода перестала бить. Она все время била и била оттуда. Но раз перестала бить, теперь мы начали подкапывать, искать, где он. Но не нашли. С той стороны батюшка нашел. И стал туда вниз тыкать палкой-то. А тогда с обратной стороны, в стороне метра четыре, потекла вода мутная. И видно, что батюшка там именно попал в гнездо. Сам вход где. А вход-то под водой его не видать. Его подо льдом вообще не видно. То есть сделать еще нельзя было. И теперь мы думать будем. Каким образом... Что думаете, Игнатий Ильич, я думаю, смотрел, чего искать. Вы сами сможете их поймать. В общем, там под водой надо ставить капкан. Вот петля такая. Делается петля под водой. Вот. И он туда заладит. И за шею его ловить. Да. Ну, посмотрим как. Я андатру так ловил. Андатра, она-то маленькая, крыса водяная. Так у бобра-то у него и мясо, и мех, все идет. А у нас как? Если даже и поймается, мы его выбросим и все. Мы ничего не... Выбрасывать. Выбрасывать. Ты жалко, хоть ободраться. Конечно, жалко. Бобриков воротник был, шуба-то у Педра Ивановича Шаляпина. Это считался шик. Да, а что, она и сейчас считается. Бобровая шуба для мужика это большая ценность. Как мне брат один говорит. Ты лови, говорит, андатру зимой. Зимой лови, говорит, андатру, говорит. Шапки шить будем. Я говорю, ты поймай ее сначала, я тебе сам сошью ее. А зимой-то ее нигде не видать. Хатка там, иная хатка, занесенная снегом. Нынче придется мне опять бульдозер нанимать. Три пруда они нам изнахратили. А вот который южный-то, самый такой красивый-то. С одной стороны березки вокруг идут, а с той остинки. И мы не знали, откуда вода пойдет-то. Сделали два прорыва ей. Но она показала, что через оба идет, но один выше. И вот сейчас ребята закончили. Только сделать закрывку. Вот 360 ведер они вручную, Володя с Никитой, принесли глины. 360, прикинь. И все равно заблокировали. И там не видел, как Дубунов купается? Я еще многое не видел. Так у него веревка, там старые деревья какие-то. Откуда приволоклись, не знаю деревья. Мы их вытаскиваем. А все говорят, так это что, Дубунова привязали, чтобы водяной его не утопил. Я думал, водяному это тоже мало не покажется. Ну да. А вот эти, я в принципе тоже застал времена-то, когда ловили сусликов. Вот. А сусликов раньше для чего их принимали? Да, шкуры. Шкуры, а мясо выбрасывали собакам там. Шкурка у него, первый сорт, была 6 копеек. Шесть. Второй сорт, пять и две десятых копейки. Вот какая цена. А третий сорт, третий. Он сумеет так сделать приемщик, что половина пустит по третьему сорту. Я ловил и на этом велосипед купил. Один день я 72 сусика поймал. Мама даст задание, а огород полгектара. Вот, сынок, пять рядов, чтобы ты выполнил. Выполол. Ох, я пластаюсь на солнце. А у меня нос обгорает. Прямо эти, а шмотки торчат, шкуры-то. Все равно сделаешь, и сам к четырем я уже выполол. Ну, как там выпал? Вручную траву лишь бы вырвать-то. Хватаю два ведра и бежать там, где лога. Я когда пасу, коров-то с отцом-то, я знаю, где суслики есть. И теперь, а крутые лога такие, логи это лога-то как выемка, где вода текла при новом потопе. Теперь оттуда, ну, а я-то еще там 10 лет, я два ведерка и на руках вот так, чтобы мускулы большие были там. Наверх таскаю и выливаю в воду. Он когда летит, я вот раз за шкирку-то. А теперь, если он мокрый весь вылазит, он долго сохнет. Я его в капкане оставляю, он быстро сохнет. В капкане он живой, потому что изнутри есть. А потом шкурку снять надо, разрезать как не щелком, а прямо. И тогда прибивая там на ставне, дома ставни были, на забор. И потом 20 километров надо идти или ехать там сдать. Я там капканов куплю. А капканов-то нету, то петлю поставишь. Я их много купил. Мне интересно, что из них шили, из этих шпорта, сусликов. А сейчас нет ни одного. А когда мы, вот я сейчас не могу точно сказать, но лет 15, а у нас было их столько, мы караулили их, чтобы коршу не таскали. У меня на башне ребятишки стояли, один вверху, другой внизу. И который вверху видит, он летит, сигнал дает, а нижний бежит и прутом кричит, уходи, уходи, уходи. Так они привыкли, суслики, что мы их защищаем-то. Прям в лагерь, мы обедаем, они между ногами бегали. Они же не крысы, они такие, мама называла их, полицкая кошечка. Красивая, пятнышками. Сейчас ни одного нету, коршунья много, и деревенские кошки шастают километра за четыре, наверное, от деревни. Все выхлестали. Я, это, у меня что-то вопрос в последнее время. Интересует такое, думаю, спрошу, Иоанна Титовича, что вот вы все равно как-то, знаете, прячетесь вот этого своего душевного патриотизма, любви к Родине, к России. А все равно у вас чувствуется любовь к России. И нам сегодня, ну, в таком, в обычном православии, можно сказать, сегодня патриотизм на первом месте стоит. Вот. Но христианин, который знает Слово Божие, читает Библию, он не патриот. Ну, тем не менее, мы люди русские, да, мы все равно любим свой народ. Как быть сегодня, вот, знаете, все равно просыпается, все равно вот это чувство, хочется, ну, как-то помочь и чем-то внести свою лепту, вот в становлении новой страны, вот этой какой-то. Ну, все равно, знаете, я вот смотрю в последнее время, все равно какой-то костяк православия формируется в этой стране нового православия. Понимаете, и мне вот всегда в них порт, ну, не то, что верится, а хочется верить в то, что православие встанет вот в какой-то своей, вот этой, знаете, новых своих проявлений. Вот. И здесь, я не знаю, опять же, патриотом называться не хочется, но все равно болезнь какая-то на Россию есть. Вот. Как к этому относиться? Знаете, вот вы говорите патриотизм, это слово патор, отец, отечество, любовь, это понятно. Я священник один, такой патриот, а я ему написал, вот у меня книга к истинному православию, она на моем сайте, и там написано, любите врагов ваших. Объясняю, как говорили святые отцы, как Киприан Карпагенский, что мы не воюем оружием плотским. Тем более языческие были королиты тогда, воевали, то есть эти, Диоклетиан, Демецеан, там, Юлиан, в их войсках христиан-то было много, у Адриана только вдруг насчиталось 11 тысяч христиан. 11 тысяч. Вот как было. Георгий Победоносец. Это все не по Евангелию. По Евангелию, как Киприан Карпагенский говорит, мы молимся, и наша помощь Отечеству больше, у нас врагов нету, враг голоден, накорми, напой. А теперь придумали, как Филарет говорит, значит, свое врага накорми, напои, этого, там, проще, а врага Отечества уничтожить. То есть на три части разбили. Христос не разбивал. Враг. Он враг, врага твоего. И он враг. И как это будет? Ну, как Елисей делал-то? Дух Ильи был на нем вдвойне. И когда враги напали, а рядом-то Гиезий-то испугался, его прислужили, ну, служка-то была у него. А он говорит, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел, что с нами больше, чем с ними. Глаза его открылись, он видит, все небо конница. Ну, не надо понимать, что это конница-то на небе. Вот. И он их ослепил. И они шли, песни там пели, Катюша, вставая, страна огромная. И никто не заметил даже, что они идут-то по чужой территории-то. А теперь, он говорит, Господи, открой им глаза. И они как увидели, как Гитлер пошел где, в середине Сибири. Да еще, когда его силы-то не было. А царь-то говорит, отец, давай перебьем их. Он говорит, а ты их завоевывал. Это в Ветхий Завет. Это еще семь столетий. И он говорит, ты напои, раненых перевяжи, дай транспорт, Красный Крест, чтоб сопровождал. И проводи их домой. И проводили, и дальше написано, и сирийцы больше никогда не приходили на их территорию. Вот ответ. Это никогда эти места, патриархийные, или при царе батюшке, никогда не считали. Царь доигрался войной. Я, там, солдат до гробовой доски, так и пошел в гробовую доску. Пули, которые отливали на его заводах, будут штыки, которые изготавливали в российских заводах, по его благословению. Они пройдутся по изнежным телам его дочерей, сына и жены. Он и погиб от этого. Взявший меч, от меча погибнет. А как? Еще раз повторяю, никак, только молитва. Нам не дано другого. Вот мне говорят, ну, примерно, мы ходим, молитвы берем, там, старые сады, колхозные. Ну, бывает, один приеду я, когда свободный, в кусты-то зашел, а там лежит человек. Я вижу, у него в руках оружие. Но я сразу догадался, кто. Тут взрыв недавно был. Ну, в СМИ там подорвали. Из Чечни-то. Ну, и он сильно пострадал, и до сюда только дошел, и в кустах залег. И он на меня смотрит, и я вижу, и в глазах его есть страх, и все. А за мной там следом идут ребятишки, всех не перестреляешь. Я ему пальцы показал, только тихо. Я говорю, ты русский понимаешь? Понимаю. Так, я христианин. Смотри. Я подрывать в твоей стороне не буду, никогда. Я христианин. Так, ты сейчас подвинься вот в этой стороне, там более густое. Там крапива, туда никто не пойдут, дети. Ну, примерно часа, через полтора, я приду к тебе. Никуда не ходи. Везде опасно. А дальше мы переговорим. Ну, я через почти час поправился, пришел, принес с собой в термос горячей воды, манку сварили, там что было, набрал, там рыба жареная. Я свинины-то ему не принесу, он настоящий ваххабит. Так, я ешь, не бойся, отравленного нет. Я христианин. Ты ешь, а я буду молиться. Я к тебе не боюсь, а ты запомни это, ты меня боишься, а я тебя не боюсь. Почему? Я христианин, я иду к Богу. Я к тебе повернусь спиною. Ты можешь меня зарезать, убить. Мне разницы нет. Я буду мученик у Христа. Но он смотрит, и никого нигде нет. Он, гляжу, есть сначала. Я говорю, ты на голой земле сильно не лежи, тут дожди недавно прошли, ты можешь простыть. Сейчас как-то, днем нельзя, сейчас только стемняется, я тебе принесу матрас. Матрас, все здесь, укрою тебя, а потом подальше маленько я выкопаю, прикрою, будет у тебя, даже мимо пройдут, не увидят тебя. А когда выздоровеешь, я постараюсь, у нас газель купленная для благовестия, мы в Чечне были не один раз, и я тебя провезу, коробками заложу с книгами, никто не будет знать, но это при одном условии. Я не говорю, ты будь христианином или еще, но ты дай мне слово перед своим Богом, которому ты веришь, по своей священной книге, что никогда, нигде воевать не будешь, да какой убивать, у меня видите, тут прострелено. Но я говорю, я ничего не могу сделать, я только лекарства могу принести. Врач, какой бы он ни был, он может сказать, друг друга выдать. Молчи. Я принесу, и правда, я знаю лекарства, тут рядом репей, простые лекарства-то такие. Я тебя перевяжу, и может полегче тебе, и правда. Это долго и не было, три недели, он совершенно здоровый. Так даешь слово? Конечно. А тебя дома там, Жахар Дудаев, будут заставлять воевать, а я не пойду. А что скажешь? Да ничего не скажешь, скажу я раненый, и все. Я тебя не заставляю лгать. Ты действительно раненый. Но я верю во Христа, и как хорошо быть христианином. Я никогда не думал, что такие христиане, он не думал. Я говорю, теперь сиди и не вылазь, и даже ночью старайся далеко не отходить. Потому что поиски тебя, я слышу, идут по району. Но ничего не... След потеряли они его, потеряли. Ты понимаешь, где? Я не спрашиваю, как ты смог к нам дойти, про нас кое-где знаю где-то. Я даже не знал, я говорю, мы в доме малы ночевали, и тебе Коран принеси. Да нет, не надо, я и так знаю. Ну, ничего он знает, я вижу. То я ему каждый раз начинаю говорить о Христе. Приношу, а я езжу на малину, никто не знает, а у меня корзинка с собой. Так, что я погрешил? С чем? В первую очередь, я нигде не солгал, я о себе забочу. Дальше, враг голоден, я накормил, выполнил, выполнил. Дальше, он воевать не будет больше, не будет. Так он другим расскажет, что христиане не воюют. Не воюют они с нами. А он скажет, его слово очень веское будет. Он скажет, я там был. Он расскажет, обязательно расскажет. Я говорю, запомните, я вас не опасаюсь, и даже в последний день ты скажешь, ну, я выздоровел, можно старика этого перерезать, и я уйду. Я говорю, я это знаю, твои мысли-то. Откуда вы знаете? Ну, сатана, потому что. Нам не безызвестны его умыслы. У нас есть книга, Святая Библия, и там так написано. Но я тебя не боюсь. Я буду молиться, всегда спиной к тебе. Ты можешь убить меня, зарезать. Да вы что? Я говорю, тебе мысли такие были же. Ну, да, в первый день. Раз один нашел, другому скажет. Ну, я говорю, ты поверил, что никому? Теперь я верю. Вот и сиди. Мы скоро едем на запад, и будем проезжать через Чечню. Ну, мы в Москве день задержимся. Я тебе подавать буду, там убрать, я уберу, ему поставил там. А то у меня целая стенка стоит в машине. И мы пойдем через Дагестан, но перейдем только в Чечню. В какой город? Да там, в Гудермес, там недалеко. Вот я заеду, и ты выйдешь, когда никто не будет видеть, чтобы нас никто здесь не видел. Понял? Да, мы подедем как раз ночью. Ты будешь уже в кабине сидеть, и все. Ни одной вещи я тебе не даю, чтобы по ним тебя не высчитали где. Вот так. Что я не так сделал-то? Рты раскрыли. Я говорю, так я этот вариант проиграл неоднократно, пока это случилось. Вот в прошлом году. А они на нас, Родпотребнадзор, настроены были воинственно. 18 июля в 22.00 приехала полиция. Нас блокировали буквально. Они не трогали нас, не разрешали, не было запрещения выходить, там ничего. Но дети бежали, там видели это. ТВ там, 24, Россия 24, Афанасьева Анна, она это все потом поставила. По всему эфиру нас разнесли. Но мы заранее проиграли этот вариант. Как они приезжают, как будут бежать, как молчать. Тут Пупков у нас остается здесь, снимает, и все мы. И именно так все и случилось. У меня опыт. У меня огромный опыт. Так. Спасибо. 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 Всем желающим добро пожаловать в гости. Спасибо. 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 Ну, я хочу сделать этот тоже ролик выставлен на своем сайте. У меня тут людей. Подписчик тоже много и благословить и сделать. Спасибо. 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 Ну, я слышал, но я не читал ничего его. А-а-а, вон он что-ли. Ну да. А я даже и не знал. «Белый пивчарный укр» я люблю новый, даже и не знал, кто написал. «Белый пивчарный укр» я люблю новый, даже и не знал. «Белый пивчарный укр» я люблю новый, даже и не знал. Да, это американцы тоже поставили фильм несколько лет назад, как он назывался, я не помню. Как же он хает хатико или как, ну, собака. Ну, да. Ну, реальные же истории. Я просто из жизни знаю такие истории. Не то, что собаки, даже кошки. У меня в жизни есть пример, что друзья мои, родители уехали на дачу, а кот два месяца. И они за котом за этим плохо кормили его, вот там. И этот кот за триста километров ушел на дачу. Представляете, он шел больше месяца, где-то полтора месяца шел на эту дачу. Как он ее нашел, непонятно. Родители говорят, мы работаем. И приходит наш кот, представляете. Ну, он был, он на даче-то был, его возили там несколько раз, допустим. Вот. И как он запоминают, как удивительно. Они же глазами, как смотрят по сторонам, фиксируют все моменты эти кошки-то. И насколько в памяти вот это они откладывают себе. И так далее. И так далее. И так далее. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...